Отчетная встреча с жителями Абайского и Ученического избирательного округа началась с выступления секретаря городского масляхата Булата Куспекова. Он рассказал об основной деятельности депутатов и о проделанной работе в городе за отчетный период. Наш бюджет – это социально ориентированный бюджет. В общем, мы обращаемся на ремонт школы, тоже средства выделяются. Из вашего округа ко мне, как к секретарю масляхата, обратились двое. Это одна Айманова была по вопросу трудоустройства, богатая секретарь работала там, потом ушла и опять не вернулась. И вторая была по учению ребенка. Тоже вопрос мы решили. Это только как мне секретарю масляхата обращались. По данным депутата Абайского избирательного округа Айман Бралиной, за отчетный период она провела пять приемов граждан. Характер обращений – это социальные вопросы, трудоустройство, перевод в другой детский сад, организация, досуга, подростков и другие. Как отмечает докладчик, все обращения были решены. По обращению председателя КСК ССДК была установлена игровая детская площадка по энергетикам 42. Горг Кайжанович знает, что когда вот эту игровую площадку пробивала, мы тоже депутаты, каждый на своем участке, если хотите, мы его пробиваем. Я даже возмущалась, и в отпуске пошла в это время. Был направлен депутатский запрос в ЖКХ по обрезке деревьев западной 54А. По обращению председателя КСК «Надежда» была установлена игровая площадка по западной 60А. Одиноко проживающим пенсионеркам обратилась на прием ко мне в парке «Мурата» в Саурбаево. Ей была оказана помощь в приобретении лекарственных препаратов. Благотворительность – одно из важных направлений в моей депутатской деятельности, говорит Айман Бралина. По ее словам, помощь по возможности была оказана нуждающимся людям. В преддверии Нового года вы, наверное, тоже все смотрите, читаете Инстаграм. В Инстаграме я увидела, как мама пишет, что все дети получат на Новый год подарок, а мои дети останутся без подарка. И вечером я, хотя уже было поздно, выехала в Гульдарь на домой, посмотрела действительно, что нужна ей помощь. И по мере возможности мы ей помогли. Также на встречу выступил депутат ученического избирательного округа Канад Турлыбеков, который рассказал о проведенной работе на своем участке и о планах на текущий год. Работа по благоустройству дворов улицы Московская, 67, Энергетика, 91, ремонтные работы по улице 4, Юго-Западный, проезд участок от улицы Энергетик до улицы Королева, начатые работы по капитальному ремонту, подвальные разводки сети теплодоснабжения. Работы освещения, как говорили, в 20 микрорайоне улица Байнаульская, улица Ленинградская, улица Джастар, улица Бибичелев, улица Кустанайская. Избиратели задали вопросы, которые их волнуют. К вам одна просьба. По адресу Западная 54 с одной стороны установлена площадка, с другой пустырь. Хотелось бы, чтобы там построили футбольное поле для детей. Этот вопрос, по словам Булата Куспекова, будет рассмотрен. Также жительница дома Западная 54 просила посодействовать в ремонте кровли и модернизации энергоснабжения их дома. Сейчас у нас в государстве есть государственная программа модернизации ЖКГ, личное коммунальное хозяйство. И как нам туда попасть? Есть у нас специальный уполномоченный орган, это отдел жилищной инспекции. Давайте мы все это запишем. Главное, чтобы жильцы сами сознательно пошли на это. Вы сами знаете, что это частная комната, кандидатный минимум ваш. Но это очень большая работа ведется. Значит, уже первое время мы как не могли убедить жителей, что надо ремонтировать. Пятый этаж, последний этаж не хочет за подвал, подвал не хочет за... То есть первый этаж, первый этаж не хочет пятый этаж. Кандидат очень большая работа. Но сейчас уже вроде сознания жильцов, что это их собственность. Если они совмещают, вместе будете делать, все у вас будет прекрасно. Все обращения будут взяты на контроль депутатов. В завершении мероприятия экибастузцы поблагодарили избранников народа за проделанную работу.